Третью неделю продолжается судебная сага в Днепре. Речь идет о трех подозреваемых в убийстве участников АТО во время перестрелки на проспекте Гагарина. Двое задержанных арестованы, но меру пресечения оспаривают, а третьему ее не могут избрать уже шестые сутки. Почему, узнаем от Елены Миндалюк. 30 июля Давиду Бобилеру в больнице вручили подозрение в имышленном убийстве, задержали на трое суток, но продлить арест в суд так и не смог. Адвокаты то и дело заявляли о подводе судьи. В результате трое суток, отведенные для принятия решения, истекли. Прокуратура выдвинула подозрение по новой статье, вымогательство. Но защита избрала тот же сценарий затягивания времени и меру пресечения суд опять не избрал. У нас в ГПК действует презумпция невиновности. Если обвиняет орган досудебного следствия гражданина, пожалуйста, пусть они доказывают это. Мы доказываем это не обязаны. Мы стороной защиты. Защита делает все возможное, чтобы Бобилер избежал наказания, уверяет прокуратура. В третий раз он был затриман в субботу о 16.37. И когда мы подходили уже до отделения, где находится подозренный Бобилер, мы пометили машину с его родителями, которая уже фактически ждала его, чтобы забрать. Есть все основы считать, что эта человек может покинуть Украину. Уникнуть фактически от криминальной ответственности. Давиду Бобилеру выдвинули уже третье подозрение. Незаконное владение оружием. Когда будут избирать меру пресечения по этой статье, пока неизвестно. Еще двое. Станислав Ельчишев и Александр Лакиза, которые тоже принимали участие в перестрелке на проспекте Гагарина, пока в СИЗО. У Лакиза, напомню, огнестрельное ранение в ногу. Операции ему сделали в больнице Мечникова. Теперь он лечится в больнице ПСИЗО. Но уверяет, этого недостаточно. В условиях содержания СИЗО мне не могут дать профессиональные медицинские осмотры. Понимаете? Мне надо не один врач, не два. Мне надо коллеги и врачи, которые будут разбираться. В условиях СИЗО есть лекарства, ответы с витовидным фахом. Они дают ту допомогу, которую можно дать. И я считаю, что даже больше. Сегодня суд рассматривал апелляцию адвокатов Лакизы и Лечишева. Они просили отпустить подзащитных под круглосуточный домашний арест. Суд отказал и оставил обоих в СИЗО. Елена Медлюк и Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.